Мы направляемся на маршрут Нахаля-Шали, езжем маршрут в этот раз. Приехали первыми, никого еще нет, поэтому по подходу основной группы побалуемся и чая. Народ подтягивается, все идет по плану. Выходим! Я знаю, что сгорают, но дай людям мозги попарить. Мы выходим на маршрут, километров 16, часов на 6 пути. Велосипеды оставили дома на этот раз. Но у меня такое подозрение, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Но в общем мы в этом убедимся, либо опровергнем чуть позже. В пустыне попадаются минные поля. Вот такой подъемчик, симпатичный. В велосипеде пошел бы на ура. Вот характерные природные скульптуры для Иудейской пустыни. Все очень красиво. Как будто сделан человек. Так похоже мы заходим в Каньел. Что ты память купил? Опять по трубе поплетут? Смотрите, вертикальные стены. Непонятно, как они не осыпаются. Хотя, лучше не зарекаться. Похоже, что предыдущее место, это было место входа ко входу к каньону. А на самом деле, вход к каньон вон там. Пока улыбочку. А слазать-ка! Страна на попе. Самый надежный способ. Падать ниже просто некуда. Почему в ботинках надо, я понял, а не в кроссовках. Ну ладно, посидим и потом за тобой зайдем. Тысяча триста-четыреста долларов запросто. Был случай, там это в Хацехинам, это самое Шамера застрелили. Фирма закрылась сразу. Я не знаю, в утра или дни, как бы. Дорывается. У нас стереосъемки. Смотреть потом будем в цветных очках. Композиция. Менин и пожар. Секунду! Стоять! Слушай, это такой умный канон. Он какие-то гистограммы рисует. А теперь руку. Игорь, передней ногой цепляешься, это вот. Продолжаем путь по коням. Мы больше фотографируем, чем идем. Все такое красивое становится невозможно. Это третий бассейн. На Халяшалим, где мы должны были пересекать в рот. Но воды здесь не оказалось. В это время года дожди еще прошли. Недостаток. К маршруту простился. Кайф ухудшился. Ожидания на будущее стали более обнадеживающими. Вито на дорогу. Выход на алю. Нет. Я хочу опытаю все. Саш, давай, подожди. Стас, а в скоре. Памы круг есть. Ох ты! Углубил яму еще на полтора метра. Ух ты! Их ты снил на два балла. Надо спускаться туда будет? Все претензии к борьбе, пожалуйста. Ребят, честно, в феврале 2005 года воды здесь было вот так. В феврале будет здесь воды вот так и в этом году. Мальчик, нельзя здесь писать. Ну ладно, здесь уже можно. А вот здесь мы потеряли 3 часа. Я бы перевозил рюкзаки. Левую ногу вниз. Руками возьмите, левую ногу продолжай опускать. Ну, а руку перенеси ниже. Ах, хорошо стоять. Нет, вторую ногу даже. Ну, мы с шутками идем, шутками, прибалудками, мы а-ля Кейв. Все они держатся. Только оно все посыпется. В пеших походах, в отличие от велосипедных, можно снимать на ходу. Хотя риск свалиться тоже имеется. Но меньше. Камушки тут, как видите, не велосипедные. Хотя со мной некоторые могут поспорить. Типа барбы. Говорят, трясутся, когда мы идем в камни. С места на место перекатывается. Кажется, скоро привал. Игорь, Игорь, ногу мне на колено поставь. Это не было ни колено. Поставлено, один палец. Видно, по-моему, тяжело. Михаила подкинь просто, он залетит самостоятельно. Тут законы физики не действуют. Иначе он свернет. Именно так. Человек. Вот аккуратно, если тогда заскальнет. Я вот пойду ногу головы убрал. Подходи и залезай. Сейчас, мексик. Видишь, Саша, а ногу мне на колено. Все, дальше ты доведешь. Я его притворялся, что здесь сложен. Я же на колене стою. Я не стою. Может, надо класс показать. Это раньше было, да? Раньше был более худой. Да, вроде, я не помню. Тут будешь я снимать. Тут прикол. Тут место, которое нельзя пройти. Постой, постой. Что творится? Сейчас все так плохо. Дальше у меня роста не хватает. А, про спор, да. Пока что проходи. По мне очень. Я, может быть, 10-го хорошо направлю. Я как переселываю. Ребят, помочь? Что за вопрос? Берем. Это лучшие кадры в похода будет. Да-да-да-да-да-да. Продолжи. Да. Из бассейна. Красивое место, вот такое. Сейчас мы попробуем в него пролезть. В эту водичку мне совсем не хочется упасть. Мы друг друга фотографируем. Так, учебное пособие по залазению в этом месте каньона. Оно потом будет отмечено на карте. Запоминайте, пожалуйста, как здесь нужно пролазить. Возьмись где-нибудь уже. Если Барба весила на 10 килограмм меньше, он просто залетел. Вот оттуда мы залезли, вернее, нас сюда затянули почти что. Ну, за очень удобно никто не обещал. Просто говорили, что будет просто удобно. Можешь на себя. Стальные скобы вот такого диаметра. Смотри мне. Ну, ладно, смотри там. Сейчас одна выше, одна ниже. Она их соединила, потом обрезал тут, обрезал тут. Мы команду ждем. Дал команду, пошли. Видите, кустик нам туда. Как сказал Барба. Да. Ты снимаешь самый верхний кустик? Самый верхний. Вот к нам действительно туда. К вечеру мы там будем. Мы там будем через 20 минут. Можно за следующим временем. Ладно, проверим. Гом туда. Я бы уточнил. Мы ползем по маршруту вверх на высоту где-то 110 метров. Ну, ничего. Справимся. Сейчас и мы там будем. Спокойно. Нифига себе. Они же возле этого, возле Симана. Барба, устал? Я, да. Вот так это выглядит сверху. Мы где-то на половине пути. Ребята, на треть. Вот такой подъем. Вот так выглядит сверху устья ручья Шалим. Осталось каких-нибудь треть. Ты туда не ходи. Сюда ходи, ходи. Да, куда там точек. Лучше вообще никуда не ходить. Это тот самый Костя, который видели снизу. Мы к нему поднялись. Вот оттуда. Стою на вершине, один в высине. Нас снимает скрытая камера. Дружная команда. Саша уже продумывает будущую речь. Как он отыграется на тебе, Барба. А вы, гады, смогуете. Не думай. Не думай. Дайте направление высоту. Да, я вот сейчас, когда начался... Твою ногу вниз, правую в сторону, сильнее в сторону. Выше в сторону! Куку поднимай, куку поднимай! Ниже. Нет, ниже. Ты только увидел? Видимо, они посчитали это. Но там был вообще такой переходик, что ты стоишь вот так вот вокруг камня обходишь, а под тобой вот это вот сыгня. Это смешно. Это жутко смешно. Такой легенький маршрут велосипедный, приготовил нам Барба. Сказал, что в следующий раз мы его спокойно преодолеем на велосипеде. Вот это будет подъемчик такой. Так что всем рекомендуем. Красивейшие скалы ущелья Рочан-Ашалим. Один из красивейших видов, которые мы видели. Надеюсь, камера это сможет передать. Ущелье Ручья. Ребятки уже забрались наверх. И мы бежим. Мы были вот там внизу. Поднялись вот по этой тропе. Сейчас продолжаем. Мы выходим на финишную прямую. До машины еще часа полтора. Впереди, знаю ли, видно вам спуск. Мы по нему ездили на велосипедок. Что-то есть в интернете на сайте. Заключительный спуск по джиповке. Не пройдет и часа. Мы будем у машины. Вот цивилизация. Похоже за нами автобус при этом. Это поменяли на машину. Мы заканчиваем маршрут. Осталось пять минут ходьбы. Уже не жарко. Очень было хорошо. Мы даже не чувствуем. Жарко нам, не жарко. Мы уже ничего не чувствуем. Наши машины там. Мы закончили маршрут. Все уставшие, но довольные. Как и положено. Горошем концовки рожесказ. Прощальная часть. Маршрут. А сейчас мы поедем еще покушаем шварму. Мы ее заслужили честно. И домой. Вот это то, что мы заслужили. Все, встали. Желтые подряды кратки. Иначе как вместе это не объяснишь.